История успеха Беларуси как надежного партнера, который пользуется доверием и Востока, и Запада, могла бы стать ответом на вопрос, можно ли сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и конструктивного взаимодействия. Мы видим обеспокоенность США и России по поводу безопасности в Восточно-Европейском регионе. Об этом свидетельствуют наши недавние контакты с американскими представителями и послания президента России Путина широкому кругу стран о моратории на развертывание ракет в Европе и других регионах мира. Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Если хотите, в Минске. Не хотите, давайте в каком-то другом месте. Тем более, что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы даже инициировать и то и взять на себя разработку текста этого документа. Понятно, что такая декларация не является равнозначной заменой договора, но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружения. Мы надеемся, что такой документ получит поддержку многих государств и станет практическим кладом в реализацию нашей инициативы о запуске международного диалога по безопасности. Вы знаете, что еще очень важно? Мы здесь, так сказать, в русскоязычном нашем мире прекрасно знаем ситуацию вокруг этих ракет с точки зрения и из уст, можно сказать, средств массовой информации России. Мы знаем. И в принципе мы убеждены, что, наверное, Россия права. Но меня удивили недавние переговоры с американскими политиками. Я когда ему задал вопрос, ну зачем вы это сегодня делаете? Россия же готова идти на разного рода уступки. Изложил позицию так, как мы слышим со стороны России. Но его ответ фактически как упрок меня поразил. Он говорит, да нет, с Россией вообще невозможно на эту тему разговаривать. Все наши инициативы они вообще не слышат. В этом плане был ответ. Так я подумал, ну а где правда? Так может быть стоит собраться все-таки и обсудить? Услышать разные точки зрения и хотя бы найти для себя, кто здесь прав, в чем эта правда? Это очень важно. Понимание вообще проблемы, прежде чем ее решать. Сегодня новую историю успеха европейской безопасности нужно собирать буквально по крупицам. Малые и средние государства, такие как Беларусь, могут нести реальный вклад в возрождение духа Хельсинки на европейском пространстве. Убежден, реализация такого подхода выгодна всем ключевым мировым игрокам и России, и Евросоюзу, и США, и Китаю. Это ненормально, когда столько лет мы вообще на высшем уровне не собирались и не обсуждали эти проблемы, чтобы откровенно переговорить с глазу на глаз и дать какой-то сигнал планете. А если не сигнал, то хотя бы развеять разного рода мифы вокруг этого. Это же ненормально. Зачем тогда ОБСЕ, зачем мы создавали эту организацию? Чтобы посылать какие-то миссии на выборы и так далее, но аж организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. И это позволило бы как минимум снизить уровень существующих рисков и геополитическую проблемность Восточной Европы в исповеди значительные ресурсы, которые могут быть направлены на мирные, созидательные цели. Будет способствовать прекращению дальнейшей эскалации конфликтов и постепенному улучшению атмосферы в отношениях Запада и Востока.